Делаю видеообзор четырехспальный вива в районе Чвенг. Такая интересная вива, большая территория, две вивы находятся здесь. Здесь один общий бассейн. Также у бассейна здесь много шезлонгов стоит. Бассейн чистится, есть пылесосы стоят, сейчас проходит уборка здесь. За бассейном очень хорошо следят. Давайте посмотрим вот этот вот дом. Здесь нахожусь сейчас на террасе, здесь есть такие кресла. С этой стороны тоже есть зона с диванами. Все с подушками, мебель вся чистенькая, свеженькая. Итак, зайдем в саму виву. При входе сюда мы попадаем в гостиную, она же столовая. Здесь мы можем наблюдать такой большой деревянный стол, восемь стульев. С этой стороны находится гостиная. Здесь есть два больших дивана, очень большой такой стол. Есть палац, есть Apple TV, большой плоский телевизор, пара стульев. Сам этот дом пропитан прям деревом. То есть везде дерево и запах такой очень приятный, древесный стоит. Вива свежая, все только вот завезли, поставили. Так что все новое, все качественно, сделано все очень хорошо. Также в гостиной есть зеркало, есть полочки, предметы декора, все различные, картины. Ну и пойдемте по кругу, по спальням. Зайдем в первую спальню. Здесь мы видим большую кровать. Также все различные предметы интерьера, картины. Есть прикроватные светильники. В комнатах есть кондиционеры. На окнах есть москитные сетки. Также в каждой спальне есть такое как бы рабочее место. То есть есть стул, есть стол, можно посидеть, поработать, если вам это необходимо. Также есть светильник. Проходим в санузел. Здесь есть две раковины, большое зеркало. Есть полотенце, зеркало, все необходимое, шампуни. Здесь находится душ. Очень хорошая сантехника здесь стоит. Видно, что хозяин старался построить эту виллу. То есть все сделано очень качественно. Здесь находится унитаз. Также здесь есть окно с москитными сетками. И есть еще принудительные вытяжки на потолке. Так, теперь пойдем, зайдем в следующую спальню. Итак, сейчас зайдем в следующую спальню. Проходим в этой спальне. Здесь стоят две кровати одноместных. Так вот выглядят кровати. У каждой из кроватей есть светильник. Здесь прикроватные розетки. Есть тумбочка. Так же, как я уже говорил, в каждой спальне есть такое рабочее место. То есть можно поработать, либо что-то здесь поставить. Полочки, стул. Есть светильник. Очень это хорошо. Сейчас я покажу санузел в этой спальне. Санузел этот чуть-чуть поменьше. Здесь одна раковина. Зеркало. Здесь мы еще видим фен. Мыло. Здесь находится унитаз. И луна душа. Все довольно-таки хорошо сделано. Сантехника, как я говорю, везде очень хорошая. Здесь есть окно с москитными сетками, шампунь и мыло. Санузел находится под душем. В целом, все отлично. Так, теперь пройдемте в третью спальню. Так выглядит третья спальня. Здесь также есть большая кровать. Есть прикроватные светильники, предметы интерьера в виде картин. Окно с москитными сетками. Здесь есть вот такой вот маленький столик со стулом, с лампами. Также в комнате есть кондиционер и большой шкаф. Теперь пройдем в санузел, в этой спальне. Здесь мы видим две раковины. Два вот таких вот круглых зеркала. Полотенце. Зеркало маленькое. Здесь, в принципе, все необходимое в санузлах. То есть полотенце, зеркала, все есть. Также здесь есть мыло, шампунь. Здесь находится душ. То есть, как я еще раз скажу, что сантехника здесь и где хорошая. Здесь находится унитаз. Выходим с третьей спальни, попадаем в гостиную и пройдем сейчас в четвертую спальню. Здесь мы видим такую большую кровать. Здесь есть шкаф. Также светильники. Также в этой спальне есть стол, стул, светильник и есть кондиционер. На всех окнах, еще раз повторяю, стоят москитные сетки. Теперь зайдем в этот санузел, в этой спальне. В этом санузле мы видим две раковины. Есть большое зеркало. Также есть маленькое зеркало. Есть полотенце, шампунь, мыло. То есть, есть все необходимое. Также мы видим шампунь. И вот здесь находится душ. Все сделано очень хорошо. Спальню мы посмотрели. Теперь пойдемте я вам покажу кухню. Кухня находится вот здесь. Она так отгорожена от общей комнаты. Здесь такой стол для готовки есть. Немножко здесь не убрано, но ничего страшного. Так, на кухне мы видим электрическую плиту, принудительную вытяжку. Есть посудомоечная машина. Есть духовой шкаф, микроволновая печь, большой двухкамерный холодильник. Также здесь есть тостер, чайник, утюг, блендер. Есть полный набор посуды. То есть, хозяйкам здесь будет удобно, комфортно. Также даже здесь вижу, вот стоит гладильная доска. Так, что очень хорошо. На дверях в кухне стоят москитные сетки. Можно открыть дверь, перекрепить ее москитной сеткой, и будет хорошо проветриваться. Дальше мы выходим на улицу сюда. Здесь есть газовая плита, что немаловажно. Кстати, очень хорошо, что на всякий случай вдруг электричества не будет. То есть, да, есть запасной вариант для готовки. Здесь есть два вот таких вот больших стола со стульями. То есть, сделано все довольно-таки очень хорошо. Так, дома посмотрели. Хотелось бы теперь в конце немножко анализа. Вообще, вилла построена недавно. Здесь очень все свежее. Здесь везде приятный запах. В санузлах очень приятно пахнет. В гостиной, на кухне, в столовой очень приятно пахнет деревом. То есть, продуманно сделали, очень постарались. Умно. Также здесь очень комфортный пол. Очень хорошая плитка, антискользящая. То есть, с внутрими ногами можно ходить. Не бояться, что подскользнешься. Эту виллу строили европейцы. Поэтому, качество постройки виллы, наверное, стопроцентное. Все хорошо продумано. Мне здесь очень понравилось. Понравилось, что все здесь из дерева. Это прям клево, такой эко-стиль. Хорошо сделаны спальни. Очень продуманные санузлы. Здесь все чисто и аккуратно. Сейчас я вам покажу именно вот эту виллу. Начнем с бассейна. Здесь у бассейна есть шизонги с полотенцами, зонтики. Здесь есть большой бассейн. За бассейном следят. Как можно видеть, вот эти пылесосы. То есть, бассейн регулярно убирают и чистят. Это очень хорошо. Мы потихоньку пойдем в сам дом. Начну вам его показывать. Поднимаемся по ступенькам. Попадаем в такую большую террасу. С этой стороны мы видим такой вот диван большой. Пару кресел. Светильники. Также есть вентиляторы. С этой стороны тоже есть стол. Есть пара кресел. Так, зайдем в сам дом. При входе сюда мы попадаем в гостиную. Она же столовая. В гостиной мы видим такую вот зону. Двумя большими диванами, светильниками. Есть такой вот большой стол деревянный. Большой телевизор с плоским экраном. Также здесь есть Apple TV. Еще вот такая вот скамья. Есть все различные предметы. Декора, интерьера. Также здесь на полу постелен такой палац очень хороший. Очень приятно по нему ходить. Пол здесь сделан очень хорошо. Здесь есть плитка антискользящая. То есть мокрыми ногами здесь будет не скользко. Итак, мы переходим в столовую. Здесь мы видим большой стол и 8 стульев. Все очень хорошо. Все есть. Все необходимо, все свежее. То есть мебель вся новая. А с этой стороны находится у нас кухня. Все в такой в отдельной комнатке сделано. Здесь видим стол для готовки. Также здесь есть микроволновая печь, духовой шкаф. Есть посудомоечная машинка. Есть вытяжка. И есть электрическая плита. Также здесь есть большой двухкамерный холодильник. И насколько мне известно, здесь еще есть блендер, чайник, тостер и полный набор посуды. Сейчас мы пройдем в первую спальню. Так, заходим в первую спальню. Видим здесь сразу зеркало. Здесь есть такой большой шкаф. И большая кровать. Также есть предметы интерьера, картины. Есть прикроватные светильники. С этой стороны мы видим такое вот рабочее место. Есть лампа, стул и небольшой стол. Также в каждой комнате есть кондиционер. Немалым фактом является то, что на всех окнах и дверях стоят москитные сетки. Сейчас мы пойдем и покажем вам санузел. Санузел здесь проходной, то есть можно зайти со спальни и сразу же выйти в гостиную. В санузле мы видим здесь унитаз, две раковины, большое зеркало. Также есть маленькое зеркало. Есть мыло. С этой стороны мы видим полотенце. Есть окно с москитными сетками. Шампунь и мыло. И здесь находится сама зона душа. Сантехника на этой вилле очень хорошая. Все хорошего качества. Слив находится под душем. Сейчас мы выйдем через вторую дверь этого санузла. И пройдем дальше. Теперь пойдем во вторую спальню. Во второй спальне здесь мы видим, что здесь стоят две односпальные кровати. Также здесь есть у каждой кровати светильники. Есть небольшой столик. С этой стороны мы видим большое зеркало. Также здесь есть такое рабочее место. Есть стол с лампой. Картины. Есть большой шкаф. Также в этой спальне мы видим, что есть кондиционер. На всех окнах, как я еще раз говорю, стоят москитные сетки. Заходим в санузел в этой спальне. Видим здесь две раковины. Два зеркала круглых. Поменьше, чем в предыдущей спальне. Здесь находится унитаз. Также везде есть полотенце. Есть шампуни, мыло. И здесь находится душ. Душевая сделана хорошо. Претензий к ней нет. Выходим со второй спальни. И пойдем сейчас в третью. В третьей спальне тоже находятся две односпальные кровати. Также есть светильники. Есть прикроватный столик. Есть шкаф. Есть вот такое рабочее место. с лампой. И, конечно же, есть кондиционер. Пойдемте, покажу санузел в этой спальне. Здесь есть одна раковина. Мыло. Есть большое зеркало. Полотенце. Есть унитаз. И здесь сделана зона душа. Также во всех душевых есть окна. Все с москитными сетками. Это очень хорошо. Выходим с третьей спальни и переходим в финальную четвертую спальню. Это большая спальня с большой кроватью. С предметами всякого интерьера в виде картин. Также есть прикроватные лампы. Тумбочки. Здесь есть такое большое зеркало. Есть шкаф. Также здесь есть такое рабочее место. Сейчас вам покажу санузел в этой спальне. Вот такой большой просторный санузел. Здесь две раковины. Большое зеркало. Есть полотенце. Здесь находится унитаз. Также окно, имеющее москитную сетку. И вот такая вот дуна душа. Душащий отделен. Очень хорошо сделано. Здесь также есть мыло, шампуни. Все необходимое. Вот мы посмотрели все комнаты на этой вилле. Теперь немножко анализа. Первое. Начну с того, что виллу строили европейцы. И поэтому вилла построена очень качественно. Очень хорошо сделаны санузлы. Здесь очень хорошая сантехника. В санузлах нет неприятных запахов. Более того, я скажу, что здесь скорее всего-то какие-то ароматизаторы. То есть пахнет свежестью, пахнет деревом. Также большим плюсом этой виллы является ее кухня. То есть на кухне есть все необходимое. Хозяйкам здесь будет очень комфортно. Ну и в конце, я думаю, что эту виллу можно смело вам рекомендовать для хорошего отдыха. Мне кажется, что на этой вилле вряд ли вы задумаетесь о каких-то проблемах бытовых. То есть здесь все очень хорошо, продуманно и качественно. Ну и на этом все. Всем пока.